Парк культуры и отдыха имени Горького. Улица Космонавтов, 17А. Парк создан в 1973 году. 19 гектаров, 6000 деревьев. Парк начали создавать одновременно со строительством черемушек. Его история начинается в 60-х годах прошлого века. Тогда здесь начали высаживать первые деревья. Официальное открытие парка состоялось в 1973 году. В спальном районе среди серых и одинаковых домов этот парк – спасение для местных жителей. Сотни деревьев, цветов и декоративных кустарников. Есть белки, ежи и певчие птицы. Тихие аллеи, кинотеатр, теннисные корты, футбольное поле, многочисленные кафе и детские площадки. Парк Горького – один из самых благоустроенных и уютных в Одессе. Но это только на первый взгляд. В хорошую погоду парк всегда полон людей. Но есть одна особая тропинка – гулять тут страшно. Куча наркоманов здесь постоянно, пьяницы. Руины какие-то, убожества, я не знаю, что это. Для детей сделали площадку и через дорогу шикарный вид на руины с бомжами. Если идти по аллее от кинотеатра Москва, зеленое мрачное здание можно увидеть слева, со стороны улицы генерала Петрова. За деревьями и решетками оно не сразу бросается в глаза. В нехороший доме опасное место. Раньше здесь располагалось коммунальное предприятие «Гурзелентрест». Сегодня на его месте заброшенное здание, которое местные жители боятся и обходят стороной. Василий охраняет батут. Потрепанные грязные стены прямо напротив места его работы. Три года назад они стали его убежищем. Своего дома у него нет. Зарплата охранника в парке мизерная. Денег на съемное жилье нет. Мы ночью дежурим, поэтому я и сплю здесь. Выгоревшие стены и потолки. Сверху свисают камни. Похоже, в здание боятся заходить не только одесситы, но и сами сотрудники парка. Тут можно сделать хороший склад какой-то, такой обустроенный, чтобы тут выращивать цветы можно было бы. Следом за Василием сюда стали въезжать другие бездомные. Один его сосед по руинам отсыпается, другой отправился в город по делам. Здесь расположены остатки продуктов, порванная одежда и своеобразная кухонная утварь. Вот бумага, видите? Собираю бумагу, рву и продаю. А вот там еще один человек живет, болгарин. Здесь все, что угодно, начиная от окурков и заканчивая постельным бельем и пустыми кошельками. Шприцы, разбитые бутылки и горы стекол. Место, где ходить в открытой летней обуви, просто небезопасно. Это не может находиться на территории 20 метров одно от другого. Детский батут, кафе, люди с детьми, люди с собаками и вот такое вот то, что происходит здесь. Территория постепенно, она разрушается, она растаскивается и это просто является опасным. Опасным для детей, опасным для родителей. Василий много жалуется на местных наркоманов. Бедокурят, спать не дают. Приходят потом обомбаженные и хотят ударить тебя, убить тебя хотят. Все. Орут, как сколько, до 4 утра. Я вижу мусорник. Я вижу несчастных людей, валяющихся среди мусора. Алкоголь, вон пузырики. Я не знаю, что это. Очевидно, знаменитый боярышник. Ну, я вижу в центре парка бомжей, которые спят в бомжатнике посреди парка, где на аллее ходят люди с колясками и детьми. Сюзанна Достолева, бывшая одесситка, сейчас живет в Нидерландах. Прогуливаясь по парку своей юности, она случайно забрела в заброшенное здание и обомлела. Я не знаю, может быть, это хорошо, что у людей есть хотя бы такая крыша. Но с этим нужно что-то делать. Это недопустимо. Это очень страшно. Именно в этих стенах три года назад бездомная женщина родила ребенка. Потом его нашли под одной из скамеек в парке. Малыша обнаружили прохожие и отнесли в бэби-бокс при седьмом роддоме на космонавтов. Успели спасти. А вот и вид на детскую площадку. Она в нескольких метрах от злачного места. Элементарное любопытствие. Ребенок в течение минуты может оказаться там, где детям вообще бывать нельзя. Темно, нет фонарей поблизости. Да и так проходить тоже страшно. Здесь бомжи, здесь соответственно и туберкулезы, соответственно и шприцы. Где гарантия, что ребенок, который бегает вот здесь вот на батуте, он не прибежит сюда и не схватит шприц. По образованию я вирусолог. Я проработала 4 года в областной вирусологической лаборатории. Я видела реальные последствия уколов иголками, шприцами. За зданием туалет. В трех шагах от кафе и ресторанов справляют свою нужду люди без определенного места жительства. Здесь никто и никогда не убирает. Сделали типа местные свалки, мусор не вывозят. В общем, летом тут кроме эстетического вида никакого, еще и вонь на полпарка. Вокруг здания в ряд стоят мусорные контейнеры. Их здесь больше десяти и все переполнены. Полминуты и от запахов можно упасть в обморок. Анатолий Иванов – заместитель директора парка имени Горького. Говорит, зеленое здание – его головная боль. Кому оно принадлежит, в администрации парка не знают. Если бы оно нам принадлежало, мы бы его уже давно разрушили, мы бы там сделали что-то. А так как оно не наше собственное, мы не можем. Потом, когда мы приняли парк и отказались от услуг зеленотреста, они это здание покинули. По словам Анатолия Иванова, собственник исчез в неизвестном направлении и оставил здание разрушаться. Сколько раз мы пожарную вызывали, потому что там пожар, эти бомжи. И в милицию участковые уже приходили туда, и мы вызывали. Ну, бесполезно. То есть вот это больное место наше, потому что там и люди хотели кафе сделать, но мы не можем ничего, потому что это не наше. Островок природы среди асфальта и бетона, где можно отдохнуть в тени деревьев и насладиться природой. Главное – идти по центральной аллее, случайно не свернув туда, где станете непрошенным гостем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok